всем привет с вами форд и сегодня мы продолжаем обзор и тест драйв автомобилей в игре city car driving в коем веке у нас сегодня на тест драйве платный мод переставил его рома лесовик ссылка на этот мод и на автора будет в описании также он просил сказать что мод стоит 100 рублей имеет 9 экстр и что будущем будет больше модов но это так на правах рекламы атака сейчас непосредственно о моде итак у нас гольф 5 вот так у нас внешне выглядит и сразу сразу ребята видим такой не совсем перенятный бак глюк я не знаю как это назвать смотрите на водителя как он низко сидит и как бы можно было сказать что это какой то ребенок я не знаю какой то низкорослый человек но посмотрите сюда видите тупо торчать ноги из пола но это реально жесть то есть мододела надо еще немножко поработать над своим модом дабы привести его нормальный вид итак посмотрим что у нас внутри внутри в принципе все неплохо классический пятый гольф без каких-либо доработок в этом плане все хорошо давайте наверное уже и прокатимся под капотом у нас двигатель 1.6 мощностью 110 лошадей 5 ступенчатая коробка передач у нас механическая то есть принципе в принципе машина должна ехать не знаю насколько быстро но тем не менее должна пропустим сзади идущих сзади идущие автомобили немножко небольшая пробка образовалась пока вам рассказывал про внешность сейчас они проедут кстати еще что заметил в данном моде что автор поменял звук сейчас заценим и посмотрим насколько он хорош этот звук потому что честно говоря очень но очень мало мододелов делает непосредственно звук обычно не вставляя с какой-то там десятки или с газель если это грузовые автомобили все здесь же это понимаю оригинальный звук или по крайней мере переделанный игровой так что-то долго эта пробка рассасывается ну звук такой знаете действительно оригинальный и на самом деле как по мне он не совсем из этой машины вот послушайте особенно сейчас то есть сейчас она с низки с низким тембром теперь слушаем ай Ай-яй-яй-яй-яй, впереди Мэрин. Вот сейчас, да, слышите? Низкий темп. Сейчас мы выйдем где-то напрямую. Немножко рассосается трафик. Вы услышите, как она звучит на высоких. Это очень-очень интересно. Вот, низкие. Переход. И слышите, как она звучит? Какая-то, я не знаю, или карта, или какой-то накройняк. Японский автомобиль, но точно не немецкий. И точно не с таким звуком. То есть, опять же, такие вопросы к автору мода. Звук тоже надо немножко подредактировать. Я сейчас мягко это все говорю, потому что у человека первый мод. Еще как такового опыта, я так понял, нет особого. Поэтому нужно работать над собой. Не обижаться на то, что я даю какие-то комментарии. А просто вот исправлять это все дело, и все будет хорошо. Как-то так. Так, теперь непосредственно на самой машинке. Выпускалась у нас с 2003 по 2008 год. Была очень популярна в классе своего же имени. Потому что обычно такой класс автомобиля называют гольф-классом. В честь вот непосредственно данной машины. Конкурентом у нее были, да кто у нее только не конкурент. И фокус конкурент. И астра конкурент, это из немцев. И цивик конкурент, это из японцев. И корола. То есть эти все машины достойны. Но именно почему-то гольф чаще всего побеждает там в номинациях автомобиль года. Или там лучший автомобиль года и тому подобное. Не знаю, за что их так любят. Честно говоря, я сам люблю фольксвагены. Но именно непосредственно гольф. Но он мега популярен. Особенно в Европе. Это капец какая популярная машина. Да не только в Европе. В принципе везде. А за что ее так обожают? Ну честно признаться, я не совсем понимаю. Так. Сейчас выйдем где-то на какую-то прямую. Попробуем замерить динамику. Что же может наших 1.6 110 лошадей на механике? В принципе 10 секунд должна показать. Даже может быстрее. Потому что автомобиль относительно небольшой. Двигатель не самый слабый. Соответственно динамика какая-то должна присутствовать. Сейчас мы едем на четвертой передаче. Машина уже включает свой низкий звук. Назовем его так. Скорость 160 км в час. Пятое. Так. Давайте вот здесь наверное и замерим. Встанем в самом правом ряду. Дабы не особо всем мешать. Насколько это возможно на автостраде. И замерим наш разгон. Посмотрим что она нам покажет. Чем удивит. Так. Где наш секундомер? И так. Первая передача. Рушаем понятное дело с оборотов. Погнали. Вторая. Третья. Стоп. 9.3. Ну то что я и говорил. То есть динамики в принципе хватает у этого автомобиля. Возможно из-за этого отчасти любят данные машины европейцы. Да и как я уже говорил не только европейцы. Вот мы на пятой передаче. 140 газ конечно у нас в пол. Но тем не менее автомобиль набирает. Набирает. Причем достаточно медленно. Как говорится. Но уверенно. 160 километров. Управление кстати достаточно хорошее. Машина жестковатая. Но это ей только в плюс. По крайней мере для управления. На дальняк. На дальней дороге я не знаю. Поехал бы я на данной машине. Но в принципе поехал бы. Почему нет. Есть весь комфорт. И есть все что нужно для дальних поездок. Если у вас не очень много вещей. И не едет веселая компания там на 5 человек допустим. А едет там например. Ты жена и ребенок максимум. То ну еще можете собаку ладно забрать. То в принципе нормально. Данная машина вам подойдет. Поэтому как бы об автомобиле ничего плохого не могу сказать. Он да хороший добротный. Все у него хорошо. Все классно. Но вот у меня вопрос. Почему он такой популярный. Ребята пишите в комментариях. Не стесняйтесь. Что вы думаете. Почему кольфы такие популярные. Что у них такого. Какая у них фишка. Особенно новые гольфы. Ладно я понимаю старые классика. Там второй гольф максимум третий. Они популярные. Потому что они старые. Они дешевые. Они надежные. И все туда же. То есть это можно назвать и к Passat. И к Focus первого поколения. И ко всем этим автомобилям. Но чем же примечатель например 5 гольф. Который еще относительно не такой уже и старый. Но популярный. 6 не старый. Но популярный. 7 новая модель. До хренища в городе ездит. Все покупают. В чем прикол я не понимаю. Пишите ребята. Не стесняйтесь. Будем вместе решать этот вопрос. Так нам бы сейчас наверное еще в город заехать. Для приличия. Где наш город. Ну в принципе вот сейчас мы заезжаем. Кстати автомобиль по сути городской. Сейчас мы его начали тестировать на автостраде. Но правильнее было бы конечно начинать с города. Потому что в первую очередь именно в городе открывается данная машина. Показывает что она может. Как она едет. И тому подобное. Ну вот сейчас заезжаем в небольшую тянучку. И посмотрим. Что она покажет. Так. Вторая передача. Давай, 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 давай. Но конечно снизу что-то слаб. Как для немцев тянет он слабовато. Нужно крутить. Нужно крутить хотя бы тысячи три-четыре. Тогда он. Тогда двигатель в принципе просыпается и машина тянет. Потому что до трех. Ну реально овощи. Это немножко огорчает. Потому что все-таки автомобиль немецкий. Мы привыкли что немецкие автомобили тянут снизу. И все у них круто. Да как же так-то. Но не всегда, как видите. Еще и умудряется иногда заглохнуть. Потому что снизу не тянет. Ну да ладно. Зато на верхах у него все нормально. Все отлично. Можно наваливать. Только звук такой конечно спорный. Ой, спорный звук. Лучше ехать на низах. На низах кажется, что ты едешь не на гольфе, а на каком-то... Давайте кстати посмотрим, как внешне машина проезжает преграды. Ногами не цепляет, видите. Впереди... Да что ты будешь делать? Не, все нормально. Катки кстати у нее стоят из... ГТА-а, гольфа. Тормоза кстати тоже. Это я к тому, что я изначально сказал, что автомобиль типа не тюнячий. На самом деле все он тюнячий. Немножко тюнинга добавили. Ну внешне конечно так. Симпатично. Ничего не скажешь. Но вот этот звук... Я же говорю, лучше ехать на низах, тогда кажется, что ты едешь не на гольфе, а на каком-то мустанге. Я не знаю. Что-то на каком-то чем-то мощном. А когда начинаешь газовать, то она... И все. И весь кайф потерят. Как-то так. А ну-ка давайте немножко разгонимся. Блин, этот звук... Напрягает реально. Только начали разгоняться и тут на тебе. Красный. Так, зеленая стрелочка у нас направо. Поедем направо. Так куда ты? Вот это вы видели, как он меня подрезал? А если в жизни так? Торбо бы было. Так, попробуем, попробуем динамику. 130. Четвертая. 150. Сейчас попробуем проскочить перекресток. Получится, не получится. Не знаю. Нормально получилось. 160. По обочине на гольфе 170 км в час. Жуть. Оттормаживаемся. Тормоза, кстати, нормальные тормоза. Пойдут. Для данной машины они нормальные. Тем более, они тюнингованные, перфорированные. Вы сами видели. Я имею ввиду тормозные диски. Поэтому тормозам вопросов нет. Ну что, ребятки. Будем, наверное, заканчивать тест-драйв. Приехали мы в село какое-то. Природа, все дела. Не совсем, конечно, стихия гольфа. Но, тем не менее. Пишите в комментариях, как вам автомобиль. Понравился, не понравился. Мне сама машина по себе нормальная. Хорошая. Добротная. Есть мелкие недочеты, что касаемо мода. Но, опять же таки, прошу вас. Пишите в комментариях, как вы думаете, почему такой гольф популярный. Что в нем такого особенного, чего нет в других автомобилях. Потому что, лично, я не понимаю. Хотя, в принципе, являюсь фанатом Volkswagen. Вам спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok